Привет! Я сегодня хочу вам рассказать про то, как выглядеть дороже с помощью стильных приемов, и, пожалуйста, не воспринимайте это близко к сердцу категорично, потому что словосочетание выглядит дорого, я могу спокойно применить их себе, и это не значит, что я хочу кому-то продаваться, хочу для кого-то быть лучше, просто это как такое устойчивое выражение, будем это воспринимать так в этом видео, и выглядеть дороже для меня это значит просто выглядеть более собрано, выглядеть серьезнее, чтобы окружать. Дружающие люди меня воспринимали серьезнее, и сегодня мы поговорим про это, как можно повлиять своим внешним видом на восприятие другими людьми, и как можно выглядеть собраннее. Первая ассоциация со словом дорого в плане образа у меня это собранность, сдержанность, ухоженность, и большинство видео про то, как выглядит дорого, они внесут в себе такое содержание, что вам нужно иметь чистые волосы, чистую кожу увлажненную, без каких-то высыпаний или сухих участков, белые зубы и, не знаю, там, маникюр, вот такие вещи. Я вам сегодня не буду про это рассказывать, я думаю, вы и так это все прекрасно знаете. Мы сегодня пройдемся по тому, что касается одежды, и я надеюсь, что для вас это видео будет интересным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, также подписывайтесь на мой инстаграм, и давайте перейдем к этому видео, я выписала для себя пункты. Начнем с того, что выглядеть дорого, это значит выглядеть статусно, и если вы хотите выглядеть дорого, то больше отдавайте предпочтение вещам, которые имеют структуру, четкую форму, каркас, если мы, например, берем какие-то сумки. Статусно для меня имеет прямую ассоциацию с официально-деловым стилем, поэтому вы можете брать вещи из официально-делового стиля, внедрять это в свои образы и, соответственно, повышать градус статусности в ваших образах. И я буду чередовать слова дорого, статусно, просто чтобы не было тавтологии. Итак, какие вещи у нас повышают статусность и понижают ее в образах? Понижают вещи спортивные, расслабленные, какие-то, может быть, вязанные, без структуры, пусть эта вещь даже может быть дорогой, тут как раз-таки нет прямой связи с тем, что вы должны покупать исключительно дорогую одежду или дешевую, и от этого ваш образ будет становиться либо дорогим, либо дешевым, нет. Мы говорим про визуальную составляющую, и просто расслабленные вещи, они как раз-таки делают образ мягким, и за счет этого снижают вот эту дороговизну, но при этом, если мы берем джоггеры и блейзеры и надеваем их вместе, то уже, в принципе, образ выглядит дорого. Если мы сравниваем образ джоггеры, блейзеры и лодочки, этот образ будет выглядеть дороже, чем мы берем джоггеры, блейзеры и кроссовки. Вот, поэтому вы можете так играть, сравнивать, и сами для себя поймете, что это действительно работает. Вещи, которые имеют острые углы и форму, они как раз-таки воспринимаются дороже, и эти острые углы могут также присутствовать, например, на солнечных очках. То есть это могут быть солнечные очки, там, квадратный или кошачий глаз, и с ярко выраженным углом, или это может быть блейзер с плечиками, которые хорошо, плотно сидят и держатся. Мы попозже поговорим про блейзеры подробнее, так как это важная составляющая. Еще по поводу формы сумки. Если вы сравните сумку, которая такая, как мешок, она бесформенная, то эта сумка будет просто восприниматься расслабленнее и, соответственно, ну, дешевле, если так можно сказать, чем сумка, которая имеет каркас, форму, какая-то прямоугольная сумка или, возможно, более сложная геометрия. Поэтому можете обратить внимание на такие вещи и сравнивать их, и вы сами поймете, что это работает. Я, в принципе, от этого и отталкиваюсь, когда я составляю образы, и если у меня настроение такое деловое, я хочу, чтобы меня все воспринимали серьезно, то я руководствуюсь такими принципами. Кстати, важный момент, который я хотела вам сказать. Я думаю, вы прекрасно уже из подобных видео знаете, как должны выглядеть ваши волосы, ваше лицо, какой заложен быть макияж или цвет ногтей. Но нельзя образ оценивать по отдельности. Образ — это общая картинка вас. Соответственно, мы совмещаем и укладку, и макияж, и вашу одежду. Потому что если мы берем грязные, не уложенные волосы и при этом деловой костюм, я не могу сказать, что вы будете выглядеть дорого. Нет, поэтому мы все это комбинируем. И по поводу волос я особо говорить не буду. Тут носите все, что вам нравится, все, что вам хочется. Но низкий пучок или низкий хвост действительно смотрится дороже. Я говорю про это достаточно часто и в своем инстаграме, и видео на ютюбе. Но я повторю это еще раз, потому что для кого-то это понятно, и это даже не обсуждается. То есть, ну, для человека это постоянная норма. Но есть люди, у которых нет привычки ухаживать за своей одеждой. Поэтому я еще раз напомню, на одежде не должно быть катушек, каких-то затяжек, дырок, пятен. И одежда не должна быть растянутой. Это касается больше джинс и трикотажа. И также, пожалуйста, желтые пятна на подмышках. Это важно. Важно, точнее, чтобы этого не было. Стирайте с какими-то отбеливателями, с пятновыводителями. Прямо специально проходитесь по этим местам. Потому что я видела картины, когда девушка поднимала руки. И она вроде такая симпатичная, красивая, там все супер. Она поднимает руки, и у нее там на белой футболке, или на белом боди, или на белой майке пятна. И я такая думаю, боже, какая красота. Конечно, если вам это не важно, не нужно, вы можете этого не придерживаться, не делать. Я никого не заставляю, никому не навязываю там свое мнение. Но если все-таки вы считаете нужным ко мне прислушаться, то, пожалуйста, либо выкидываем такие вещи, либо мы их как-то приводим в нормальный вид. Натуральные цвета в одежде всегда смотрятся дорого. Это беспроигрышный вариант. И неон для меня выглядит дешево. Я вообще просто сама по себе не люблю неон. Если вы любите неон, то это можно оставить в небольшом количестве в каких-то аксессуарах или обуви. Но неоновые цвета, это прям искусственные цвета, и для меня они не выглядят дорого. И в природе есть практически все цвета, даже яркие, например, в каких-то цветах, или на каких-то насекомых. Почему нет? И эти цвета также можно использовать в своих образах, и они могут выглядеть дорого, особенно глубокие, насыщенные. Но если вы не хотите прогадать, то берем природные оттенки, более приглушенные. И я думаю, вы со мной согласитесь, если девушка будет в каком-то ярко-зеленом, неоновом костюме, или если девушка будет в костюме болотного цвета, темно-синего, изумрудного, бордового, то это всегда будет смотреться дороже и приятнее, и я вам советую обратить на это внимание. И, кстати, еще по сочетанию цветов. Подглядывайте в природе какие-то сочетания оттенков. Вот это очень хорошо работает на цветах. Прям можно пойти в какой-нибудь ботанический сад или на грядку к своей бабушке, почему нет, и там посмотреть, как сочетаются цвета и оттенки, и спокойно это применять в своих образах, это всегда будет работать и хорошо смотреться. Ваша одежда должна на вас хорошо сидеть. И вы либо изначально покупаете вещь, которая на вас хорошо садится, которая правильная по длине, которая подходит вам по размеру, нигде не передавливает, не жмет, либо же вы подгоняете в ателье, например, если вещь вам большая, то вы ее подгоняете в ателье. Эта стоит не так дорого, как кажется, но по крайней мере у нас в Петербурге. Я ушиваю джинсы в талии, я практически все свои джинсы ушиваю в талии, и это стоит, по-моему, 400 или 500 рублей. Я хожу к обычной швее в ателье, и она мне там подшивает, потом все идеально сидит. Поэтому я вам советую пользоваться услугами ателье. Я знаю, что у многих девочек проблема, что какие-то брюки, они отлично сидят в бедрах, но при этом они огромные в талии. Вот вы можете ушить, и одежда тогда будет действительно вас идеальна. Если сравнивать белый и черный цвет, например, мы берем белый тоталук и черный тоталук, то белый всегда будет дороже. И я вам советую вообще носить белый цвет, мне кажется, это один из самых лучших цветов. Он очень свежий, очень легкий, он всегда подсвечивает лицо правильно. Поэтому я советую присмотреться к белому цвету, и белый цвет, согласитесь, смотрится дороже, чем черный. И просто психологически на нас это влияет, потому что с детства нам говорят, ой, нет, белые вещи мы носить не будем, потому что они запачкаются, и ты их быстро не сможешь носить, они будут испорчены. Соответственно, когда вы потом носите белый цвет, то это смотрится всегда очень так солидно. Солнечные очки. Мне кажется, сейчас самое время как раз-таки носить солнечные очки, потому что лето, потом осень, и солнечные очки всегда повышают статусность образа. Особенно если вы берете просто черные обычные очки, вы можете приобрести одну пару, но просто используйте ее в своих образах. Я бы в качестве первой пары просто взяла черные обычные квадратные очки, и они могут быть не обязательно дорогими, можете взять в масс-маркете. Сумки или аксессуары с металлом, которые качественные, они всегда смотрятся дороже, и я думаю, вы со мной согласитесь, если мы берем сумку, пусть даже бюджетную, с металлом, и сумку без металла, то сумка с металлом будет смотреться дороже. И опять же, не обязательно покупать дорогую сумку, просто берете в масс-маркете сумку, но которая с металлом, она будет добавлять статусности вашему образу. Я не знаю, как это работает, но это работает, и у меня, правда, нет сумок бюджетных с металлом. Я вам, конечно, покажу в сравнении брендовой сумки и сейсос, но это работает и с сумками в одной ценовой категории, поэтому попробуйте и добавьте такие сумочки в ваши образы. Ну и блейзеры. Блейзеры мы выбираем оверсайз или прямого кроя, блейзеры должны быть правильны по длине. Они не должны заканчиваться на самой широкой части ваших бедер, они должны заканчиваться ниже, и также длина на руках не должна быть короткой, что в прямом состоянии, что в согнутом, следите обязательно за этим. И также важно, чтобы блейзер был плотным, не как тонкая тряпочка, и можете попробовать такой прием, как в блейзер плюс ремень всегда смотрится дорого, собрано, и ремень лучше взять немного подороже, потому что дешевые ремни из Stradivarius, они прям расслаиваются очень быстро. У меня ремень из Levi's, он смотрится шикарно, и, по-моему, он стоил тысячи три или четыре, то есть это не сильно дороже, но при этом он прослужит гораздо дольше. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, еще раз напомню, что вы подписывались на мой канал, также напишите в комментариях, какие у вас, возможно, есть мысли по поводу того, как можно выглядеть дороже, я все обязательно прочту, и думаю, что для других это будет полезно. И также напишите, понравилось ли вам это видео. Я вас сильно люблю, скоро мы увидимся, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok